Недавно в Москве проходили, можно так сказать, вступительные экзамены для поступления в ВШТ. Расскажите, что это за процедура, как она проходила, сложно ли было? Ну, у нас было, по-моему, 45 или 46 соискателей, то есть группа была только из 20 до двух человек. То есть, грубо говоря, два человека на одно место, на одно место. Конечно, волнение было, что там были какие-то опасения, поступлю, не поступлю. Ну, так все удачно сложилось, что издал экзаменационные, ответил перед комиссией, ответил перед комиссией. Вот, и был зачислен в группу. Какие были вопросы, можно же рассказать? Ну, там вопросы были, там мы составляли конспект, значит, на недельный микроцикл, и бралось, бралось просто отдельный день, и по нему, по нему, значит, более, как бы, конкретно мы отчитывались, что, почему, зачем, как. Ну, вот. Входили такие члены комиссии, председатели члены комиссии, это Симонян, Лексаков, господин Лексаков, Палишкус, Власов и еще многие уважаемые люди. А кто будет вместе с вами в группе учиться? Многие известные футболисты, мы знаем, идут в тренеры. Есть какие-то, может быть, фигуры для российского футбола значимые? Ну, значимых, значимых, значит, в группе, значит, Игорь Ледяхов, значит, Мирослав Ромаченко, так вот, на первую скидку. То есть, Андрей Юдин, опять же, Кухлевский, наш главный тренер дубля, кто еще? Бушманов, Бушманов Евгений, тоже знакомый по выступлениям за крылья. Так, на первую скидку. С чего началось непосредственно обучение? Сейчас, насколько я понимаю, вы проходите какую-то практику? Опять же, мы приехали в Москву 13-го, я приехал в Москву 13-го числа, 14-го у нас было, по две группы мы разделились. Значит, я был в первой группе, которую сдавали экзамен 14-го числа. Потом было объявление, мы, тот, кто прошел 16-го числа, мы собрались, значит, на первую сессию в Москве, 17-го вылетели в Турцию. И вот сегодня, сегодня, что все закончилось. То есть, первая часть обучения, как бы, закончилась. То есть, последуют еще три части в этом году. А в чем заключалась непосредственно первый этап? Первый этап, ну, более такой, значит, ознакомительный сначала характер, значит, сказали, какие требования надо будет предъявлять на лицензию ПРО. Более, более, ну, здесь можно расширенно так посмотреть. То есть, у нас были практические занятия и тактические, очень много писали, и конспектов писали, значит, читали нам лекции. Приходил Валерий Георгиевич Газаев с Кургланом Бекевичем Бердыевым. Вот. Так что было все насыщенно, то есть, они не скучали, они не довольны нам скучать, так сказать. Все-таки категорию ПРО идут получать уже тренеры с определенным опытом, которые в футболе уже много лет, имеют опыт руководства клубами. И, наверное, какие-то базовые вещи здесь не присутствуют. То есть, больше практики или все-таки какую-то теорию тоже читают? Ну, теорию, теорию, конечно, все там, зачитывают, и теорию, и теорию. На основе этой теории мы делаем конспекты, потом это все обсуждаем, задаем друг другу вопросы. То есть, идет живое обсуждение между тренерами. То есть, кто-то делится своим опытом, кто-то другим. Но еще единственное то, что вам никогда на этих курсах не скажут, что делать, где правда лежит. То есть, у каждого тренера своя правда, и он будет по-своему прав. Так что, много думать приходится, много самостоятельной работы, много надо анализировать, самоанализом заниматься. И совершенствоваться. Впереди еще два этапа. Наверняка уже знаете, что вам предстоит. Я знаю, что на лицензию ПРО тренер проходит практику обычно в серьезных европейских клубах. Куда вам предстоит поехать? Скажем, не два, а еще три этапа. То есть, мне надо уже определиться с клубом, который готов принять меня на стажировку. Это будет, скорее всего, весной. Скорее всего, весной. И можно выбрать команду премьер-лиги, нашей премьер-лиги. То есть, скорее всего, может быть, это будет ЦСКА. Кроме непосредственной учебы в ЭШТ, я знаю, что вы успевали как-то еще заниматься делами команды. Благо, все достаточно близко. Ваш семинар проходил в Белике, там же, где сейчас расположена команда. Вот насколько глубоко вы успевали участвовать в процессе, скажем так, еще и клубном? Ну, практически не участвовал, потому что была большая загруженность. То есть, еще раз повторю, нам они не давали скучать, наши преподаватели. Пару раз я сюда приезжал, просто интересовался делами команды, что, как, чисто организационные вопросы. Вот, и, как бы, сегодняшнего дня, вот, приступаю уже непосредственно к более активному участию. То есть, так, у меня сейчас немножко фаза ориентирования, потому что очень много, очень много незнакомых лиц. Вот, плюс еще предстоит познакомиться тоже поближе с теннинским штабом. Вот, поэтому... С Гаджи Муслимовичем вы уже успели пообщаться? Пока еще не успел, пока еще не успел, потому что Гаджи Муслимович тоже приехал только в число 21-го, по-моему. То есть, так, мы поздоровались, но такого еще предметового разговора, чем не было. Будет, может быть, время, если будет свободное, в ближайший, там, день-два, обязательно состоится, я так думаю. Продолжение следует...